Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы, так что давайте приступим. Сейчас я зачитаю письмо, прокомментирую его, потом вы тоже это можете все сделать в комментариях под видео. Если считаете, что такие видео полезны, ставьте лайк, подписывайтесь. Небольшая минутка рекламы. Хочу напомнить, что до 1 июля в продаже мой курс по улучшению себя I'm OK. Я OK, весь мир OK. Это психологический марафон в закрытом Instagram аккаунте. У нас будет 4 видеосеанса с вами, 4 связи, после которых вы будете в Telegram-чате общаться друг с другом, выполняя задания психологические и домашние по психологии, которые я вам даю. Вы будете их обсуждать, я буду что-то корректировать, подсказывать вам. В общем, у вас будет инициативная группа поддержки друг друга, чтобы легче это все происходило. Какие темы на нашем марафоне затрагиваются? Это самооценка. Что такое низкая самооценка? Ее причины. Как на это можно повлиять? И задания, связанные с этим, для того, чтобы повышать самостоятельно в себе свою самооценку. Следующий день – это личные границы. Расстановка личных границ. Как без конфликтов, без оскорблений, острых каких-то ситуаций. Даже уже если ваши личные границы нарушены, выставлять их с общественностью, с людьми, с вашими близкими, родными и даже с вашими домочадцами. Без вреда для себя и для них. Следующий день – это конструктивная и деструктивная критика. Вообще, имеет ли она место быть? Что такое критика, а что – личные оскорбления? Как на это реагировать? И опять же, не вступать в конфликты, но при этом не принимать личные оскорбления либо критику. И четвертый, последний у нас будет сеанс нашей встречи с вами онлайн. Это тема «Как полюбить, принять себя, научиться слушать свой внутренний голос, отвечать на свои желания, тем самым опять же поднимать свою самооценку и научиться любить себя, а затем уже и весь мир подтянется к вам». Вот такие четыре очень важные, базовые темы, незаурядные, очень легкие, но такие трудные в исполнении. Для этого у нас будет с вами инициативная группа в Телеграме, где вы будете поддерживать друг друга, отвечать на вопросы, вообще общаться на эти темы, рассказывать свои личные истории и вы найдете поддержку. Так что по всем вопросам вы можете написать мне на почту, которая остается у меня всегда в инфобоксе под видео. В теме письма напишите «Марафон» и задавайте ваши вопросы, либо задавайте вопрос вам, как оплатить, поучаствовать. Стоимость марафона всего лишь в 2000 рублей за месяц продуктивной работы над своим психологическим здоровьем. Спасибо за внимание. Продолжаем просмотр видео. Здравствуйте, Галина. Наконец-то я собралась силами и решила вам тоже написать. На мой взгляд, все истории о турецких мужчинах между собой похожи. И вот в одну из таких историй я тоже попала. Меня зовут Инна, мне 34 года, я живу в Украине. Я замужем, есть ребенок, но с мужем не живу. Он уехал решать свои проблемы. Все случилось внезапно, я зарегистрировалась на сайте знакомств, мне было скучно, одиноко. Я находилась в тот момент в депрессии от старых отношений с мужем. Не надеясь ни на что, если только на какое-либо общение, чтобы как-то проводить время, я познакомилась на сайте с турецким мужчиной из Стамбола. Он представился и начал мне много писать, спрашивал, как у меня дела каждый день, что мне нравится, как мое настроение и так далее. Разговор был о всем и ни о чем в тот же момент. Я его не рассматривала вообще никак и старалась отвечать ему редко. Он не останавливался, был слишком напорист, потом попросил дать ему мой номер телефона. И что-то такое завязалось и продолжается уже на протяжении 7 месяцев. Он, не видя меня в реальной жизни, пересылает мне деньги на подарки мне от него, деньги моей сестры и говорит, чтобы я была от этого счастлива. Я понимаю, что человек без достатка этого делать не будет. И вот пришло время, он хочет, чтобы я прилетела к нему в Стамбул. Он не настаивает об этом слишком, но когда я ищу причину для отказа, это было уже два раза, он обижается и говорит, что оплатил билеты, оплатит билеты, номер в отеле, говорит, как мы можем провести время, куда сможем поехать. Я уверена, что он женат, но он не признается в этом. Говорит, что разведен и нет детей. Также меня смущает его возраст. Говорит, что ему 44 года, но я не глупая, я вижу фотографии, вижу по видеозвонку. Думаю, разница в возрасте у нас с ним огромная. Он всегда отвечает за свои слова, четко выражает свои мысли, и на каждый вопрос у него есть достойный ответ. И, конечно, у меня страх в голове. Одна, в чужом городе, не зная языка, и мужчина, которого я не знаю совсем в реальной жизни, не зная, что мне делать. Общение на протяжении 7 месяцев, появились какие-то чувства к нему, и он говорит, что он меня любит. Очень хочу его увидеть. Помогите разобраться, может быть, это просто мои иллюзии по поводу него. Так как вы красивая девушка и грамотный психолог, я обратилась именно к вам. Спасибо заранее. Что я могу сказать, что я красивая девушка, конечно, не говори, что я правильные советы, какие-то разборы делаю, что-то говорю. Смотрите, все очень просто. Я могу рассказать механизм с точки зрения психологии, что вас останавливает. Ну, это определенные невротические закидоны есть, да? Вы чувствуете, что это нездоровые отношения могут начаться, что мужчина не свободен, скорее всего. Это прям предполагается. Разница в возрасте огромная, катастрофическая, как вы говорите, которая может быть для вас проблемой, лично для вас. Для кого-то проблем, а для кого-то нет возраст. Плюс еще у вас нерешенные вопросы со своим мужем. Хоть вы с ним и не живете, вы не разведены. Соответственно, вступить в новые отношения и дать мужчине шанс, да, то, что мы можем быть вместе когда-то, там, не знаю, расписаться, пожениться, съехаться, еще такое прочее. Вы сейчас такое человеку никакому вообще, который вам нравится, не нравится, дать это не можете, к сожалению. Проблема вообще в том, что вы еще не разведены со своим супругом. Может быть, и к окончанию, там, когда я зачитываю это письмо, да, к этому выходу видео, это уже и закончилось. Если да, то я за вас рада, потому что очень часто люди расходятся, разъезжаются. У меня есть такие на консультациях девушки, клиентки, которые продолжают не идти в ЗАГС, не разводиться, потому что на самом деле у всех это страхи определенные, зачем-то для какого-то статуса, просто что существует какой-то мужчина рядом, это есть. Но я вам сразу скажу, что пока вы официально не разведетесь, не освободите эти оковы, эти путы, вы никогда не освободите место, вакантное место занято, место для нового мужчины. Вы себя даже просто на внутреннем ощущениях, чувствах вот этого уровня привязываете к другому человеку. Поэтому для того, чтобы выстраивать хорошие, гармоничные, здоровые отношения с новым мужчиной надо окончательно завершить отношения предыдущие свои и освободиться. Это главное, важное очень условие. На ложку два горошка не бывает. Потому что если вы выбираете мужчину нового, но при этом в связи со старым, да, кажется, там формально штамп в паспорте, ну идите и сотрите этот штамп, разведите прямо сейчас, что вас держит? Вас же что-то держит, определенные условия для себя, какой-то может быть страх вами руководить или еще что-то. В общем, есть какая-то мотивация для того, чтобы не разводиться. Это очень важный момент, хочу его отметить. По поводу турка разберем, да, у вас есть, что вас останавливает, почему вы сомневаетесь, потому что изначально вы понимаете мозгами, что есть определенные минусы, которые я не приемлю, которые бы я не хотела в нормальных здоровых отношениях в своем понимании. Это возраст, разница в возрасте, это может быть расстояние, что он далеко живет, не просто так он в Стамбуле, да, то есть вы боитесь отчасти отношений. И, возможно, он женат, скорее всего, как бы, может, обманывает, но, может быть, нет, но, скорее всего, ваше подозрение, что он женат. Да, три огромных таких момента, которые могут стать проблемой. И у вас сейчас борется здравый смысл и отчасти невротик, в эти отношения влезет. Вас притягивает что? Финансовая забота, вам нужно покровительство. То есть вы изначально ищите мужчину, который будет доминировать, да, в чем-то хотя бы финансово. Вас это подкупает. Плюс еще вот это а-ля забота, не только когда происходит эта финансовая забота, прислание денег на подарки. Почему-то вашей сестре это вообще не непонятно было. В общем, пытается вас подкупить, проще говоря, да, расположить к себе, к своему возрасту, закрывая этим, этим а-ля подкупом, свои слабые стороны. Брак, расстояние, возраст, который может вас останавливать. И вы вот думаете сейчас, да, ломаетесь, а идти мне на этот подкуп или нет? С одной стороны, если вы не планируетесь в своей жизни серьезных отношений, так как, почему вас это прельстит, вам это тянет, появились к нему чувства, потому что вы тянетесь отчасти больным к каким-то неуравновешенным отношениям, у вас есть в этом интерес, потому что вы с мужем в своем еще не расстались. Вам это зачем-то нужно. То есть вы еще не свободны, вы уже смотрите на другого какого-то мужчину, общаетесь, понимаете, да, о чем? Это определенная игра. Она что-то у вас закрывает. Это называется вторичная выгода. И вам этот мужчина интересен, потому что он закрывает моменты, уж какие мужа не были, финансовые, заботы, вот эти подарки, внимание, на самом деле, что потребность внимания закрывает. Так вот, но вы при этом понимаете, что есть три пункта важных, что принимая условия игры и, идеально, позволяя себя подкупать, принимая этот подкуп, подкуп не в прямом смысле, а в образном, да, чтобы вы не обижались-то, я не в прямом смысле покупку, имею в виду, продажу. В общем, принимая этот подкуп, этих сладких, хороших условий, я прекрасно понимаю, что мне придется закрыть глаза на те моменты, которые мне не понравятся, которые могли бы меня отпугнуть. Если я не принимаю этот подкуп, то я могу качать права, да, и, например, просить его развода, там, предъявлять за возраст, ты меня обманывал или что-то в таком роде. Принимая подкуп, а вы его уже принимаете, вы понимаете, что при личной встрече что вас останавливает? Во-первых, страх отношений, возможно, вам приятнее, когда это на расстоянии, и плюс я получаю внимание, подарки, заботу, то есть у меня маленькая цена за это, а то просто трачу свое время на это, но у меня есть определенная, скажем так, выгода, да, от этих отношений, приятный такой бонус. Но при этом при личной встрече, да, я не хочу столкнуться с теми минусами, о которых я подозреваю только. То есть это страх, разочарование, и не то, чтобы разочарование, вы задаете себя, что-то же происходит, но просто увидеть своими глазами, что он гораздо старше, увидеть своими глазами, что он реально женат, увидеть своими глазами, что это реально от меня очень далеко, это больно, это не хочется, это неприятно, и поэтому не встречаясь с ним, и от себя это плохое, эти минусы какие-то, Я понимаю, что они существуют, но не увидя это лицом к лицу, глаза в глаза, я даю себе шанс, что возможно это все не так. У меня еще какая-то иллюзия сохраняется. Так что проблема, почему вы не можете решиться в этом, я не хочу встречаться с реальностью. Я знаю, что там есть моменты, на которые мне уже сейчас придется закрывать глаза, если я хочу продолжать это, либо от него отказываться. Потому что у меня есть подарки, я приняла правила игры, условия. И получается, я не хочу потерять эти условия, у меня они приятны, и даже видеться с ним хочется, мне интересно на него посмотреть. Но мне придется искать себя где-то подавлять, возможно искать какой-то в себе компромисс, разочаровываться отчасти, может быть, самой себе, чтобы продолжать и получать эти подарки. Внимание именно мужчины. Дело не в подарках, а во внимании. И вот эта дилемма, что делать? Идти с собой на компромисс или нет? Пока он далеко, это еще иллюзия остается, что может все это не так, а можно с этого соскочить, это все так далеко. И ненадежно. А при встрече реально это определенное прикосновение к реальности, и вы берете на себя ответственность за свои действия и поступки. А пока что это интернет, ничего особенного, просто звонки. Чтобы принять правильное решение, вам надо понять, чего вы хотите. От мужчины вообще, какой вам мужчина в принципе нужен по жизни сейчас? Я, например, хочу просто отношений, просто связи, я не хочу вступать в серьезные отношения. Я еще не развелась, я вообще хочу отдохнуть, погулять и так далее. У вас же изначально, когда на сайте знаком-знакомец, не было мысли на серьезность какой-то, легкости вам хочется. И обговорите это с ним. Вообще поймите, этот мужчина под легкость подходит или нет? Вывод будет очень простой. Если нет, то и не надо встречаться. А если он вам не обещает каких-то серьезных отношений, он вам и не уговорит, давай жить, давай замуж, тогда вы можете сказать, ну, у тебя те чувства появились, мы с тобой общаемся, мне с тобой там приятно и так далее. Ну, а почему бы не общаться приятно и так далее и дальше, но при личных встречах? То есть он не говорит о том, что он вам что-то там уже обещает, а вы уже, в общем, себя останавливаете. Это определенные ваши страхи, поэтому определитесь вообще, проблема в том, что вы не знаете, что вы хотите. И вы не боитесь чувств, отношений или еще чего-то, вы боитесь компромисса, возможно, на который вам придется с самой собой идти. И, к сожалению, в эту ловушку вы сами себя загнали, принимая правила игры, не отказываясь от этого внимания, его подкрепленного материальным моментом. Честно скажу, что нет ничего страшного поехать встретиться, вы всегда можете, вы вправе вообще, да, транслировать вовне людям, ему в том числе, о своих желаниях и о том, что вам не нравится, вы тоже вправе людям говорить. Если он вам не понравится, вы вправе прерывать потом общение и больше никогда не общаться в своей жизни. И это нормально, это нормальное желание и потребность. Поэтому здесь ничего такого страшного нет. А вдруг будет искра, вдруг что-то получится. Поверьте, возраст — это проблема в голове только вашей. Мы чувствуем себя настолько, насколько внутри, да, наши ощущения. А физически можем выглядеть совсем по-другому. Это предрассудки, это проблема лично у нас. Его занятость и женатость — это уже другой разговор идет. Так что принимайте решение. Девочки, пишите ваши комментарии, советы этой девушке. Я думаю, что мы сможем ей помочь, она придет правильному решению для себя. Я оставляю всегда в инфобоксе под видео свою почту, куда вы можете написать вашу личную историю для разбора также на канале или записаться на консультацию ко мне. Спасибо за внимание. Всем пока.